вот сегодня 22 августа 15 года раннее утро 7 часов утра 23 23 вот и вот смотри какой туману то на этот стол по покажи как сгустился почему именно там он такой густой а там по пореже на деревне еще реже вот отсюда особенно пододи к тут не видно там вот наш пруды и вот там густой туман густой какой видно покажи очень надо ограду награду покажи сегодня повалил говорил ты чихаешь не раз там слышно как чихаешь на нос так прижми вот так и чихать уже не будешь в это время когда запись делаешь зачем всему миру знать что ты сопливый не надо виноват вот это ограда вот хотел показать посмотри вот где у нас костер нынче мы делали ограду а там от лагеря приблизь и там видно возвышается не видно даже концу крест восьмиконечный теперь вон где мы молиться сделали от мошек второе там тоже стоит крест все нормально как поставили так и есть наверху сколько лет стоит здесь на вышке тоже крест стоит и где молимся крест это насчитал уже 4 вот на огород заходим 5 там 6 в этом прям в воде где стоит и и вот 7 и вот этот крест поставили мы вот тут там летняя столовая была там видно где он маленько видно и вдруг его развернула крест я сейчас посмотрел его могло ли развернуть нет он прибитый привязанный но крест сам повернулся повернулся ровно на 90 градусов что это означает не знаю ну это крест если бы просто палка какая-то была а теперь столовой там нету и она целый год не будет а оттуда едут к нам люди которые приезжают она для них от повернулся вот может кто-то не поверит тут посмотри прямо на 90 градусов развернутый оказался вот оттуда если зайди даже показать он он был оттуда вон оттуда было а сейчас повернулся сюда из одного дерева береза в одновременно срублено это было и нигде не повернулся везде стоит нормально даже не на сантиметр нет ровно на 90 градусов повернулся потому что вот дорога от дороги едут вчера долго ласточек я не видел думал уж я не вот надо получается стане столовая лагерный крест получается да получается так для столовой то поставили а ну тогда надо выходить молиться с этой стороны но мы на восток делаем чтобы молиться все время на восток вот нынче благополучно опять год закончили совсем благополучно миссия прошла вернулись живые машина целая ездил марьясов александр сергеевич дальше пупков сергей павлович и сокольских валерий сергеевич ехали на север мурманск баренцева моря там прошли орловская коррела финна там где на болотах были поступает известия говорили книги книги считаются считаются книги не просто считают они преображают людей ни одна книга не приводит людей так быстро к истине как книги моих которые сегодня написаны в наше время никак не могут понять священники там собираются анархиереи профессора мне сообщают над книгами и нет евреи собрались да он нас тут поносит евреев начали готовить что-то когал целый и вдруг заглохло и от евреев поступает так он говорит отрицательно относится и православным а другой говорит не отрицательно он указывает на наши ошибки как исправиться отношение мое к евреям самое нормальное никогда не проклинайте семья в рамом всегда благословляйте молиться чтобы они обратились чтобы они перестали грабить людей перестали эти банки свои строить все это курс рубля падает это грабеж идет это все искусственное еврейские штучки неправильно отношусь к мусульманам самое правильное я вообще не затрагивая их не коран и мухаммада не аллаха я им проповеду чисто евангелие и сравнение с этим показываю у меня открытым оком 18 том я полностью разобрал по сура моя я там весь коран в сравнении с новым заветом количество звучания букв все статистику им показал то есть он по сравнению там с библией в три с половиной что ли раза меньше даже новый завет как там все данные у меня есть надо посмотреть просто могу не запомнить это бог так делает господь надо слышать его голос и он тебя управит вчера я обратился к детям ко всем помолитесь я не знаю как с дамбами будет то есть я знаю как но я не уверен что весной это не смоет и как глину теперь здесь чтобы она не разъехалась а если бы это было сделано дамба по ней не ездили вот как у нас рядом то эта трасса она так и стоит а нам ездить прям сразу же надо по ней и надо закончить сегодня и техника издалека огромные деньги деньги огромные просто непосильные но вчера помолились и друг звонок звонок не от кого-то члена наша община он такой требует внимание этот человек но он где-то работает завтра мы еще если он приедет снимем и разговор уже пошел о том что понедельник может привести специалисты осмотреть что нужно делать а я только обратился к детям но это совпадение ну как он слышит и нас но дети то не заражены этой суетой и мыслями нечистыми и столько помолились только доехал до сразу ответ ответ сразу а до этого сколько не бились звонили говорили соглашались на их чуть не кабальные условия и тут над нами уже смеялись сцены разные назначали там отказывались и вдруг только приходим и уже ответ звонок сразу сдвинулась с места у меня вера глубокая у кого веры нет он он не верит в это не верит что мы можем дорогу сделать дамбу пруды он не верит он пришел вчера один здесь у нас деревня есть он в церковь не ходит нигде а сам по себе добрый человек добрый обратишься за помощью что-то сделать привезти на машине он все сделает но вчера стал я говорить плохо что-то не заснял надо заснял снимать все это дело а я отвлекусь маленько посмотри у шалаша вот ко мне подойди какую паутину сплел он погляди давно ли там ходили видишь да о какой я вчера стоял и вот этот провод из провода оттуда на на паутинке по вот так опустился и он попробовал около меня вот так вот а потом туда поднялся и нигде паутинки нет он ее растворил твердое в жидкое какой у него состав я хочу сказать о молитве но попутно что нас окружает и штуман начинает рассеиваться крест тут уже почти видать вот направь на него на костре видно что он прямо стоит как поставленные здесь прямо стоит а этот развернули развернула вот мы вчера я обратился помолились дети кто-то теперь будем ждать что будет дальше как как это сделать как не знаю надо гида глина докопаться глина теперь утрамбовывать машина чтобы ходили тяжелая техника запретить тяжелой технике старости никак нельзя до времени еще мы делаем это в конце дело покажет просто прошу господи помоги пособи не знаю ни в интернете нигде не нашел это делать а специалист бы взял не знаю потому что то что они делают нам не подходит во первых они делают масштабно техника там идет я как-то ехал и насчитал около 50 единиц техники как в турции там кранов сколько стоит техника и тут же все это трамбует идут особо у нас ничего нету толкушкой ну чё это толкушка вот а только насыпь насыпь то ну а дальше техника пошла она же жиже идут непрерывно дожди нам нужно учесть это все а как это сделать нигде не считал я видел я вот этим на скосы делает допустим ну прорубают все через скалу и и скосы и чтобы не не обрушивалась камни какие-то особые у них с чем-то полотна такие огромные-огромные и сразу там насаждают растения земля чтобы корешками прошла вот а там речь идет не о миллионах а миллиардов но мы-то не можем воровать как васильева и другие как сердюков у нас вообще ничего нету тут каждую ночь почти приезжает и ворует у игоря он вчера только пришел это радиатор привез снял только утром пришел уже нету то есть советская власть что посеяла безбожие мы все еще пожинаем эти плоды одно варьё варьё другого ничего нету ну а что ты сделаешь мы смерти им просить не можем говорим господи останови это безумие сколько нынче своровали они здесь днем проезжает машина смотрят где батюшкиных овечек таскают через заграду за лесом сколько их увезет столько и берет батюшка но ведь сколько до всем хватит игорь приехала милиция уж не прав объяснила но выйди на встречу даже не вышел к милиционеру да ладно ну уж ворует сами у тебя слили 200 литров солярки то приехал милиционер с таким трудом по полям ездил кое-как нас нашел потому что в корчене ушел на пенсию афонин хороший мужик был просто хороший капитан а это с другой села послали сюда не знает где дорога то и он и игорь даже нас от встречи отказался я тут не согласен это неуважение и поэтому сейчас обращаться а я позвонил милиция счет толку то он скажет я у них был он отчет дал ну и мы могли еще сказали главное-то ты пострадавшая не я лишь попутал что приходится сказать пишут наши уехали лагерь а все осталось ведь я сейчас лишнее сколько дрова буду дрова отсюда берет себе потому что он заслуженный деятель лагеря вот там у нас остались некоторые жердочки еще тоже даем все у нас как это на костер увезут все почистили у нас есть что нынче показать лагерь миссия и сейчас у меня с этими прудами запрудить что бог сохранил потому что тут идет крещение и завтра мы будем обходить это три пруда а если бы было больше техники там 4 пруд мне не дали окончить милиционер приехал а там может стратегический кабель тут один был такой он умер дружинин геннадий петрович подполковник кажется на пенсии а потом прибежал к моей маме да какой черт меня длинул зачем я это сделал ну и умер этого пруда бы не было этого не было это 20 лет назад я тут тоже как колотился хлопотал обращался кто корову то что заколол и там рассчитать а нынче никому не обращаюсь я обращаюсь только к знатокам потому что о дороге тогда речи не было сделали один спуск не знали какой поводок будет воды стало много и поэтому нынче надо учитывать намного больше арматуру искать теперь бетонировать что и как получится все куда он пошел за морковкой за морковка никита бегом беги туда и обратно не позволяй ему шагом ходить он молодой ему надо силу крепость иметь вот смотри как он бежит хорошо ну-ка добавь еще все пошли я поехал надо голубей еще